В Ненецком округе началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Отдать свой голос раньше 1 июля смогут кочевники, работники нефтяных месторождений и метеостанций. 20 июня свой гражданский долг уже исполнили сотрудники ОГМС «Северное» и Песчано-Озерского месторождения на острове Колгуев, а также на Харьяге. На данный момент в досрочном голосовании приняли участие 294 избирателя. Всего, по предварительным данным избирательной комиссии Ненецкого округа, досрочно в регионе проголосуют от 3,5 до 4 тысяч человек. Месторождения, где объявлен карантин по коронавирусу, закрыты для членов участковых комиссий. Тему продолжит Мария Даник. Голосование по внесению поправок в Конституцию России по указу президента состоится 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным. Избирательные участки, как и на любых выборах, будут открыты с 8 утра и до 8 вечера. Впрочем, комиссии начнут свою работу гораздо раньше, с 25 июня. До 30 июня они будут принимать избирателей с 12 часов дня до 8 часов вечера. Гражданам также будет предоставлена возможность воспользоваться именно вот этим периодом времени в силу своих личных обстоятельств. Либо они в это время, точно так же, если подавали заявление, они могут пригласить участковую избирательную комиссию к себе на дом и проголосовать на дому. Для чего это все сделано? С учетом сегодняшних реалий нашей жизни, то, что у нас в нашем регионе и в ряде других регионов по Российской Федерации введен режим повышенной готовности, соответственно, обязаны соблюдать меры, санитарно-гигиенические меры при проведении любых мероприятий. По рекомендациям Центральной избирательной комиссии, согласованных с Роспотребнадзором, на избирательный участок могут допускаться от 8 до 10 человек в час. Однако это не означает, что большее количество людей не пустят. Все, что необходимо, соблюдает социальную дистанцию. В целом же в регионе все готово для безопасного проведения голосования. Закуплены средства индивидуальной защиты, антибактериальные салфетки, халаты, маски и перчатки, защитные экраны. К 25 июня они будут доставлены на все избирательные участки. Списки избирателей будут печататься непосредственно уже с паспортными данными граждан, которые включены туда. Гражданин, придя на избирательный участок, будет предъявлять свой паспорт в развернутом виде, чтобы член комиссии его не брал своими руками, хотя они все будут сидеть в перчатках нитриловых. Но, тем не менее, будут смотреть на расстояние паспортные данные, регистрацию. И, соответственно, после того, как найдут гражданина в списке избирателей, гражданин воспользуется своей персональной ручкой, которую ему выдадут, распишется в списке избирателей, получит бюллетень и проголосует. Для голосования по поправкам в Конституцию в Нейнском округе будет открыто 55 избирательных участков. Напомню, что проголосовать можно будет и на дому. От граждан поступило 165 соответствующих заявлений. Еще порядка 1400 жителей Нейнского округа открепились, чтобы проголосовать по месту нахождения. Мария Даник, Владислав Новскийн, Телеканал «Север».